2 апреля в Санкт-Петербурге был совершен теракт, в результате которого погиб российский военный корреспондент Максим Юрьевич Фомин. Он известен всем нам по творческим псевдонимам Владлен Татарский. Десятки человек получили ранения. Правоохранительные и следственные органы нашей страны сработали оперативно и профессионально подозреваемые в совершении теракта. Это задержано, дает показания. Следствие предполагает, что преступление было организовано с территории Украины. Об этом были сделаны официальные заявления. Этот теракт – это преступление против гражданских лиц и мирного населения. Это преступление против журналиста, человека, который занимался поиском истины и на деле, не на словах, а на деле боролся за свободу слова. Показательная реакция, а точнее полное отсутствие этой самой реакции со стороны так называемого демократического Запада. Еще они называют себя цивилизованными, еще они называют себя исключительными, еще они называют себя ведущими. По-разному. Но главное, не такими, как все остальные, а просто лучше, чем все остальные. Цветущим садом они себя называют. Так вот, этот цветущий сад не проронил ни слова и не сказал ничего о сочувствии, сопереживании, даже сухой констатации факта о том, что это террористическая атака, не было. В это невозможно поверить. Невозможно поверить тем, кто не знает механику, их действий, их философию, их идеологию. Для тех, кто знает, в этом нет ничего удивительного. Абсолютное хладнокровие, потому что они ведь знали, зачем им нужен киевский режим. Они же знают, зачем они используют Украину. Они много говорят о том, что они делают все ради Украины. На самом деле это неправда. Они просто цинично используют как плацдарм, как полигон, как инструмент в противодействии нашей стране. Вот вам еще один трек. Отсюда и молчание. Отсюда и отсутствие элементарной констатации факта о теракте. Между прочим, было бы тоже неверно, но тоже надо быть все-таки объективными, ведь не все хранят из них молчание. Вот, например, канадские постоянные представители при организации объединенных наций. Известный русофоб Роберт Рэй, он написал в своем аккаунте в социальных сетях. Владлен Татарский, с точки зрения официального представителя Канады в Совете Безопасности ООН, был не журналистом, а яром пропагандистом, распространявшим ненависть и дезинформацию. Минуточку, а у нас Министерство правды в Канаде располагается? У нас есть какое-то международное понимание того, что именно в Канаде определяют, кто есть правильный журналист, а кто есть неправильный журналист? Нет такой договоренности международной о том, чтобы Канада имела право на такое. Это во-первых. Во-вторых, у меня вопрос к официальным властям Канады, и я думаю, что наше посольство этот вопрос продублирует. А что? Оказывается, есть люди, есть профессии, есть характеристики, характеры, особенности, личности, в отношении которых возможно совершать террористические акты. Это что-то новое. Не могли бы в Канаде развить эту тему? Я даже не прошу объясниться. Мне просто интересна сама логика. Я, честно говоря, впервые слышу, что с точки зрения западного, прогрессивного, как они себя называют, сообщества, есть некоторые категории граждан, людей, в отношении которых террористический акт, с их точки зрения, может считаться чем-то естественным, чем-то нормальным. Мы слышали немало, что свидетельствует о логике сегрегации людей на правильных и неправильных, достойных и недостойных, творящих и подчиняющихся с точки зрения западной логики. Ну вот я неоднократно говорила сегодня тоже, цитировала Борреля, как бы главного дипломата от Европейского Союза, который разделил мир на цветущий сад и на дикие джунгли. Но, честно говоря, впервые мы слышим о сегрегации людей по признаку того, что одни являются жертвами терактов, а вторые жертвами не являются, потому что в отношении них теракт представляется явлением нормальным. Мы все-таки требуем объясниться и свою логику продемонстрировать Канаду, потому что это нечто новое. Другое дело, да, действительно, мы знаем исторические периоды, когда эта логика не просто была признана нормальной, а в некоторых странах доминировала. Называется нацизм. Вот именно тогда, в 30-40-е годы 20-го века, все те, кто присягнул нацизму и фашизму, они считали, что есть люди, которые не просто достойны уничтожения, а должны быть уничтожены, потому что они не такие, потому что они хуже, потому что они генетически не отвечают тем параметрам будущего человечества, которые утверждены в этих странах. Канада, к сожалению, в своих рядах, в рядах своего режима, имеет немало людей, которые являются прямыми потомками нацистов и фашистов. Но я, честно говоря, до сих пор не знала, что это является уже и официальной позицией Оттавы.